Уже я вонючий, ужасный, не могу. Да, сделай что-нибудь с этим, пожалуйста. Что тебе, да? Пукни. Что в другое пошло? Может, поприятнее будет? А на что у тебя аллергия? Только на тебя. Друзья, всем большой привет. Это Ленский, это Епифанова. У нас новый подкаст, и он будет необычный. А у нас все необычные. Я вообще каждый раз так говорю, потому что это правда. Сегодня, в этом выпуске магическом, мы будем узнавать будущее. Я твой этот, я, короче, отец Люка. Ты не смотришь, да, видео гадалок на Ютьюбе? Нет, я не смотрю видео гадалок. Сразу же видно. Я его снимаю. Я когда предложила тебе немножечко погадать, ты сказал, да, давай, я как раз таки давно хотел купить Таро Ленорман. Нет, я так не говорил. Откуда ты знаешь это? Потому что давным-давно у нас была компания. Это были 90-е годы. У меня была прекрасная подруга Татьяна. Не знаю, жива она сейчас или нет, но сейчас так принято говорить. Время прошло уже, время уже приличное. Конечно, может, уже Бог тебе прибрал лучшую рабу свою, Татьяну. Но мы ее всегда звали Баба Таня. Хотя старше она была, мне было, может, лет 20, ей 25. Она казалась уже мучительно взрослой. И она разбиралась в Ленорманах. Она гадала постоянно нам что-то, глядя на меня. Так знаешь, говорит, не пей сегодня. Понимаешь? А чего? Говорит, так ты и так уже пьяный. И всегда сбывалось. Понимаешь? Говорит, плохо будет, блевать будешь. Понимаешь? И всегда сбывалось. Такое было. У нее дар однозначно. Я немножечко доверю. Знаешь, почему? Почему доверю? Я доверю. Доверя. Доверя наша. Ну-ну-ну. Потому что эти видео, они успокаивают. Ты посмотришь там какую-то гадалочку. Она тебе что-то хорошее расскажет. И тебе как-то полегчало сразу на душе. А всегда ли было хорошее? Если она рассказывает что-то плохое, я выключаю. Зачем мне это слушать? Давай все же расскажем историю одну. Мы готовили новогодний эфир. Да, я помню. Это я предложила позвать нам астролога. Это ты предложила. Астролога. Павел Глоба согласился. Человек известный. Вот Тамара Глоба. Павел Глоба – это некогда семейные чета астрологов, которые занимались вот всем этим. Смотрят связи планет, влияние их положения на наши судьбы и судьбы Вселенной. Это был 19-й год. Павел Глоба пришел к нам, мы с ним стали беседовать. Горький кофе? Так он должен быть кофе, должен быть горьким. Да, продолжайте. А у тебя горькое кофе обычно? Бросьте в меня конфеткой. В конфеткой, хорошо. Это был 19-й год. Год был тяжелый, я помню. Год был какой-то такой... Как-то нам хотелось большего от этого года, а большего не происходило. А как мы, обычные люди, входим в Новый год с надеждой, что он будет намного лучше предыдущего? И тут приходит Павел Глоба и начинает рассказывать, что это последний был спокойный, хороший год. Интеллигентно, спокойно, уже без истерик. Он совсем уже смирился, он все знает. И он говорит, ой, ну что вы, 19-й год был хорошим. Вот с 20-го все и начнется. Сказал он, да ладно, Павел. Павел, я со своим скепсисом говорю, да так, не хватало еще, чтобы да. И в марте приходит ковид. И в марте приходит ковид. В апреле приходит самоизоляция. Ну а дальше все пошло больше, больше, больше. А дальше вы знаете. Фуко начал раскачиваться, и теперь не знаешь, где у него будет апогей, пойдет ли он назад, или он все еще взлетает. Поэтому, Павел, вы страшный человек в хорошем смысле этого слова. Мы, между прочим, не просто так пьем кофе. Магия уже началась. Да, да, да. Ваше здоровье. Спасибо. Бальзам Карельский. Гадание уже идет. Господи, ну кофе отвратительное же. Нельзя так говорить. Мы находимся в гостях у Жени Кравченко. В ее интерьере на заднем плане ее, кстати, незаконченная картина. Она, конечно, конечно, первый раз в жизни варила кофе без кофемашины, чтобы у нас остался... Нет, я просто не пью кофе. Ошметка осадок. Он остался. Ошметка осадок там есть. Я специально готовилась к нашему сегодняшнему магическому выпуску. Отхудела? Нет, посмотрела. Это я раньше сделала. Посмотрела специально много разных... Ну, я не знаю, как их назвать. Гадалок? Так они и называются, эти гадалки? Ну, не знаю. Некоторые ведьмы, некоторые ясновидящие, некоторые медиумы. У них огромная как бы градация идет. У них огромная аудитория на Ютьюбе, во-первых, как оказалось. Мы там с тобой не тем занимаемся. Вот сейчас планируем освоить новую нишу. Мы сидим в нише. Мы прям реально новую нишу освоили, понимаете? Вот прям нишевое шоу, нишевый подкаст, те самые Епифановы и Ленские. Чук-чук. Я, кстати, помню, мы в детстве немножечко догадались. Давай, на чем гадали? А с подружкой собирались. А я в камеру смотреть буду? Так правильно. Мы гадали абсолютно на всем. И на кофе. И там какие-то бумажечки с именами клали под подушку. Утром просыпаешься, смотришь, чье имя тебе выпало. Я помню, было еще гадание. Нужно было ночью выйти на улицу и вот встретить мужчину, спросить, как его зовут. И вот все. Вот это имя, это значит, тебе суждено будет встретить мужчину с таким именем. Так ты, конечно, ты же его только что встретила. Мужчина, вас как зовут? Ашот. Ну, вот я вас встретила. Ашот. Ну, так Ашот убежал. К нему прибежала кучка девчонок. Бежит. Стой. Эй, подожди. Как зовут тебя? Я сам уеду. Нормально. Меня дома семья ждет. Много вас желающих. Ашот был напуган. Вот что мы только не делали, чтобы выяснить имя суженого, ряженого и вообще, в принципе, когда это произойдет. Вот. А вы? А мы не искали суженых и ряженых. Нет. Так уж вышло. Мы вызывали. У нас не было гаданий, мы вызывали. У нас гаданий не было. Там всякого карлика какого-нибудь, гномика. Но никто никогда не приходил. Ну, мы раньше засыпали, потому что нужно было вешать конфетку на ниточке под, в общем, кроватью и сидеть внимательно смотреть, чтобы она дернулась. И вот как только она дернется, резко бросаться вниз к этому гномику. Ясное дело, что от 25 минут пяленья на вот эту вот конфету, висящую под кроватью, дети засыпали. Утром просыпаешься, а конфетки нет. Потому что, ну, кто первый встал, тот и съел. Так, слушайте, ребята, одно из гаданий, одно из древнейших, это кофейная гуща. У тебя есть какой-то вопрос, который ты хочешь задать? Откуда у меня кошачий волос в чашке, если я держу собак? Надо прям, ты прям пьешь. Внимание, берешь кофейная гуща. Сейчас я лицо верну в нормальное. Я не хочу так пить. Затем ты берешь, отворачиваешь от себя на кофейную чашечку, трижды поворачиваешь по часовой стрелке или против часовой, я не помню. Давай три раза туда, три раза назад. Ну, то есть можно было бы не вертеть. Можно было бы, но надо. Но надо, потому что центробежная сила – это сила вселенной. Понимаешь, все вокруг чего-то вращается. Ну что, первое гадание, которое мы сегодня опробуем на себе и узнаем потом в итоге, правда это все или нет. А ведь на самом деле у нас с Димкой есть определенный дар. Конечно. Естественно. На пятую точку вляпываться. Поэтому мы лучшие гадалки из тех, что вы встречали в своей жизни. Я не хочу это запевать. Мы не афиты. У нас еще нет корысти абсолютно. Мы что будем видеть, то и будем говорить. Значит, от себя переворачиваешь на блюдце. Не совсем, конечно, но от себя ты как-то наискосок это сделала. Поворачиваем. Три раза туда. Колбой бабка колдудеет. Вон шпунш. А ты вопрос задала, и что так от тебя летит куча грязи-то? Что ж ты такая вся пачкающаяся? Затем смотри. Подожди, надо все вытереть. Хозяйка придет, будет ругаться. Да ладно. Видела? Я там ей кошачьи лотки пометил. Поднимаем. По-моему, к себе ты все это дело поворачиваешь. Давай. И теперь пристально, пристально рассматриваешь, что ты там видишь. Вот дай, пожалуйста. Кашу-малашку. На первых. Я вижу, я вижу. Там грим? Подожди, нет, это песок. Так. Это красивый белоснежный песочек, по которому я скоро буду гулять. Так, хорошо. Кажется, кто-то едет в отпуск. Так, а вот это очень похоже на гору, цунами, и как будто пляж в Таиланде смывает водой. Я видел, у нее просто билеты. Хукет идет ко дну, да? Ну, как бы, нет, он как бы остается. Он останется, но Наденьку смоет. У меня, значит, смотри, вот судя по всему. Я вижу жижу. Жижу. Жижа, которая поглощает человека. Жижа поглощает человека. Наверное, это наша тема сегодняшняя. Называется она гадание. Вот такая же. Вот видишь? Мы протестировали. Нет, смотри, мы сегодня такие а-ля тестировщики. Проверяем, работает все или нет. Друзья, гадание с кофе не работает. Смотрите. Потому что у нас нормальный кофе, молотый. Крупного помола. Мы все повернули, от себя перевернули. И что мы видим? Ничего мы не видим. Да. Вот как у этих гадалочек, которые на ютубчике. У них какие-то там картинки. Вот она видит там принца. Она видит, что деньги к тебе придут. Но при этом опасность на дороге. А их как-то проверяли на наличие галлюциногенных каких-то там вещей? Ну, может, она правда... Вишка в том, что она это произносит. Ты такой смотришь и все это тоже видишь. А, да? Да. Поэтому давай сейчас скажем, что у Епифановой все великолепно. Я вижу много денег, много счастья, здоровья и славы. У меня, значит, смотрите, у меня это все уже было. Вы же видите, да, это... И ушло к Епифановой. А как бы закрыть этот канал? Еще так вот, понимаешь? И все. Чур меня, чур меня. Все, кофе мы протестировали. Переходим к следующему гаданию. Теперь все будет по-серьезному, друзья. Прямо сейчас вы можете отправить нам вопрос на... Куда? На номер телефона, который вы видите на экране. На номер моего счета в Сбербанке. Вопрос. Вопрос, да, да, да. Что так мало? Не-не-не. Когда, собственно, делаете перевод денежный, там можно сделать и вопрос в сообщении. Вы его задаете. И в зависимости от суммы, которая перечисляется мне на мою карту, мы будем знать ответ. Последний раз я гадала на картах в эту новогоднюю ночь, которая была. У меня племяшка. Она вот все вот это вот раскладывает. У нее там магический дар какой-то есть. Это было очень смешно, потому что была я, моя двоюродная сестра, и мой двоюродный брат. И вот все хорошо у меня, по предсказаниям, у сестры, у племяшки. А брату прям вот жесть какая-то выходит. Знаешь, какой-то огненный пукан ему вышел. Мы сидим. Была такая карта, да? У вас какие-то очень оригинальные карты были? Мы сидим. Я говорю, давайте мы неправильно задали вопрос. Карты не знают, как ответить. Поэтому еще разок переформулируем. И вот так вот каждый раз, и каждый раз, и каждый раз. Поэтому... Смотри, здесь написано. Формулируйте вопрос четко и ясно. Не задавайте много раз один и тот же вопрос, так точность полученного предсказания снижается. Она не уточняется, а снижается. С первого раза тебе сказали, что замуж, значит замуж. Первый вопрос, он будет от меня. Я хочу, чтобы ты сейчас... Давай сама ты, давай тогда. Сама ты заказывай, делаем короткий. Давай сделаем короткий расклад на три карты. Первая, вторая, третья. Нам хватит и одной. Прошлое, настоящее, будущее. Ну добьется ли наш проект успеха? Нафига нам прошлое? Ну понять, может быть, мы уже в прошлом. Кто-то из нас тоже должен быть в прошлом. А мы все еще что-то снимаем. Хорошо, давайте. Бабка Надька... Бабка Надька звучит ужасно, не хочу. Нет, очень-очень аутентично это звучит. Гадалка Надежда сейчас вытащит три карты. И мы поймем, что ждет проект те самые. Добьется ли он успеха? Прошлое, настоящее, будущее. Поехали. Так, в прошлом. Любовь и дружба. Да. Они нас и объединили. Да. Хотела бы я соврать, но это неправда. Да почему? Слушай, ну мы в принципе неплохо с тобой сошлись. И в принципе мы очень по теплому друг к другу относимся. Как раз в те моменты, когда мы не созваниваемся, ты не требуешь ничего, никуда ехать не надо. Да-да-да. Так, это нас связано. Давай, это в прошлом. В прошлом все хорошо. Разногласия и ошибки. Это в настоящем. Боже мой. Так это нормально. Как мы это делаем? Это волшебство, оно работает. Хорошо, что же ждет наш проект в будущем? Что, Гробик, да? А не та вытащилась карта ошибка. Такое бывает, да. Это просто сейчас будет монтаж. Джонни, прошу тебя, сделай монтаж. Удачи, достижения целей! Со второй попытки. Значит, к чему к нам вернуться? Значит, в настоящем. Нам нужно решить разногласия и ошибки. Давай. Сменить мою соведущую, и тогда нас ждет удача и достижение целей. Но мы не сможем сменить ведущую, потому что у Димки нет нужной техники. Почему это? У меня есть штатив, свет у меня тоже есть, и есть камера. Которая пишет в пересвете всегда. Или норманы мои. Или норманы мои. Попробуй догонить. Ладно, вопрос номер два. Давайте, теперь я хочу. Давай про личную жизнь спросим. Давай. Женишься ты когда-нибудь или нет? Так я знаю, ну ладно. Ну, давай. Значит, в прошлом. Так. В настоящем, в будущем. Сейчас вот мы и проверим. Карта первая. Вот. Аист. Была у меня семья. Прекрасная, хорошая семья. Все было. Это было в прошлом. Это было в прошлом. Все. Но детей не было. Ну, мы не говорим на эту тему. Дальше. Дружба и доверие. Это сейчас у меня. У меня в отношениях сейчас дружба и доверие. А с кем? С очень, по ходу дела, старой собакой. Я надеюсь, это хотя бы сука. По имени Шелдон? Нет, не надо. И, значит, в будущем, внимание, брак и соглашение. Все выпало, друзья. Вау, Димка, я тебя подравляю. А потом скажите, что я вру. Ну? Я так рада. Можно я буду вести твою свадьбу? Ты знаешь, я хорошая ведущая. Это придется под тебя отдельно готовить что-то, получается. Да, да. Что-то такое, то, что люди нормальные не едят. Да, и в два дня тебе это все выслать заранее, да? Чтобы ты поела, чтобы потом уже сидела, да? Если же они жрут, а я сижу худею. Так, ну, в общем, такие планы. Давай еще на ближайшее будущее, на этот год сделаем расклад. Тебе, мне, тебе? Нет, всем. Всем давай. Что нас ждет в 2023 году? Ты уверена? Да. Мы берем такую ответственность на себя. Хотите, я вам расскажу одну историю. Давай. Давным-давно в далекой-далекой галактике, это так уже примерно называется, примерно так и находится, я работал в утреннем шоу, радио, утреннем шоу, и у нас был гороскоп. Так вот, мы сидели иногда, ну, после эфира обычно, и такие, так, ну, надо же на завтра приготовить гороскоп. Так, давай, кому сегодня будет хреново? Ну, завтра, кому будет хреново? И мы такие, так, ну, давай, Телец, Скорпион, что-то как-то вот наш начальник слишком много на меня бухтело, и, допустим, Танька злая, поэтому, ну, и Овен. И мы такие, чук-чук-чук, им гадости написали, все остальное, у вас все будет хорошо. И читали с таким выражением. Мы не так делали. Звезды подсказали. Я помню, наш редактор говорил так, если вы не хотите, чтобы у вас дублировались гороскопы с другими радиостанциями... Пишите сами. Нет, берите там недельной давности, или, наоборот, вот то, что будет. Итак, наше прошлое было... Безопасность, стабильность. Да, это наше прошлое, безопасность и стабильность, но это будет нас удерживать. Мы будем понимать, что самое главное в нашей жизни, вот, это безопасность, стабильность, это наша семья, которая нас удерживает, это вот якорь, который нам не дает возможности уплыть к чертям собачьим в открытое море, бурь и непонятно чего. А ты как будто бы реально все это знаешь. Смотрите, что написано. Якорь – единственная гарантия безопасности для корабля в шторм. Ну, как бы да, потому что другой безопасности у него нет. У него есть как бы... Ну, либо он стоит в порту и привязан, и пришвартован. Совет карты – остановитесь ненадолго, обдумайте свои действия. Вот, вот, внимание. Так, мы остановились, подумали, что у нас сейчас. Это как бы самое главное. Это не совсем прошлое, а все мы ищем стабильность, все мы ищем якоря, нам нужно заякориться. Это нормально, чтобы знать, что мы можем сделать шаг назад, и мы будем у себя дома, и там будет твердая земля. И нас не смоют в пучину или на рифы. Следующее – достижение и духовный рост. Так, шестнадцатая. Ну, здесь все как бы понятно, послушайте. Это карта звезды. Когда у тебя все, как бы ты знаешь, что все у тебя в жизни стабильно, ты знаешь, что у тебя есть якорь, и вот теперь можно спокойно, без спешки, без желания просто заработать себе денег, чтобы вот хоть как-то прокормить свой живот, да, ты можешь сесть и просто посмотреть вверх. Вверх – это значит внутрь себя, понять, а чего я хочу конкретно. Вот давайте я вам скажу одну фразу, которая меня очень радует, и мне кажется, ее не все понимают. В несчастливой семье не могут расти счастливые дети. Поэтому, если вы несчастливы в своем браке, в своих отношениях, ну, просто подумайте, правильно? И начните делать себя счастливым. Что вам для этого не хватает? Или, может быть, лишнее что-то, или кто-то лишний. Поэтому вот так, да. Ты к чему подбиваешь народ-то? Быть счастливыми! Не женателем ты мой! Поэтому я и счастлив. Вдохновение, достижение, как источник света в ночном небе. Звезды являются символом духовного света, который пронизывает темноту. Все будет чики-пучино. Идите на свет, в конце концов. Идите к звездам. Наше будущее. Ну и вот, внимание, ключевая карта – женщина. Так, что за номер? Ну, значит, смотрите, здесь все просто. 29, да? Либо вам поможет женщина, либо она вам все испортит. Либо это вы, та самая женщина, которая либо поможет себе, либо все испортит. Поскольку весь наш мир, он крутится вокруг женщин. Видите, она ключевая карта женщины. Будет какая-то тетка, которая вам все сделает. Карта, спрашивающая женщины. Она спрашивающая. Если вы будете надеяться, Дмитрий, что какая-то женщина все сделает... Хотелось бы. Далеко не уедем. Нам обещали хачапури. Для мужчины – жена, невеста, возлюбленная, мать, дочь. Так это весь перечень. Ну, они как эти гадалки. Если вы хотели сына, то как бы нет. Они как говорят. Вот я вижу женщина. Это или вы, или ваше ближайшее окружение, или женщина, которая вам совершенно не знакома, но она придет в вашу жизнь. А ты можешь представить эту женщину? Она, возможно, я чувствую, она либо скорпион, либо рак, либо телец. Вот кто-то из этой стихи. Вот так они гадают. Да, хорошо, хорошо. Можно взять на самом деле и проверить. Нет, не наше будущее, а более конкретно, что эта карта значит. Поэтому ее берем и поясняем. Итак, эта карта значит неприятности. От этой женщины. Такие от этой женщины. Это может быть либо соперница, либо еще что-то. Но удача. Короче, она ничего не говорит. И третья карта. Спрашивающий мужчина. Хорошо, спросим, что значит спрашивающий мужчина. Спрашивающий мужчина это препятствие, ну, это неприятности. Дубль два. Это счастливая жизнь, как и судьба, и удача. Прекрасные карты, либо усилия принесут плоды. Короче, у вашей женщины, которую вы встретите, есть вполне неплохой мужчина, с которым у вас все получится. И удача, и счастливая жизнь, но, конечно, будут препятствия. Это его несчастливая женщина. Все. Если до этого вы смотрели второпрогнозы на ютюбе, друзья, вы поняли, как это работает, пожалуйста, больше не смотрите. А духовное достижение, которое сейчас вот небо, это удача у нас. Все прекрасно. А мы расскажем, что мы из колоды убрали все плохие карты? Нет, не расскажем. Они вот, например, есть. Тем более, что они есть, да? Вот смотри, ссора есть, есть письмо, есть любовь, дружба, мы ее убрали. Удача, достижение, цели, кому это надо? Общество, иллюзия абсолютно. Ловушка, обман. Мы убрали. Все, убираем Ленорман, друзья. У нас осталось еще одно гадание, в котором мы зададим ключевые вопросы и ответим на все. Ключевые ответы. И ответим на ответы и зададим задачи. А ответы списать в нашем случае нельзя, потому что мы их не знаем. Ни ответов, ни вопросов. Как получится? Ассистент, внесите свечу. Внесите голову. Знаешь, внесите голову. А следующее гадание будет на свиной голове. Да. Сейчас будет волшебство. Да. До этого оно тоже было, и сейчас оно продолжится. Смотрите, последнее, что мы посмотрели, делают гадалки в интернете, это гадают еще на воске. Да, но это что-то такое, какое-то прям считается черная магия, поэтому это будет делать Надя. Она свою жизненную цель уже выполнила. Она мать. Ну, мне как бы поднять еще детей надо, на ты делай. А я что, меня уже не жалко? Нет. Значит, смотрите. Оно изначально было не очень. Значит, как-то они берут, что-то, а мы что спрашиваем? Давай, да, придумаем вопрос, который мы задаем. Перед тем, как мы зафакаем эту миску Женину, и она ее потом никогда уже не отмоет от воска. А ты водичку капай, водичку, поэтому ничего не испортится. Короче, оно начало все капать. Мы задали вопрос, каждый сам по себе, это тайна. Тайна. Каждый задал вопрос, сейчас поймет, Сейчас мы смотрим, что это будет. Она такая, а что-то при этом говорят. Вунш-пунш. Вунш-пунш, да? Я помню, у меня был такой мультик в детстве. Я, кстати, вспомнила, Мне вот интересно, горят ли потолки пластиковые, потому что копоть пошла. Ничего страшного. Я вспомнила, как одна моя подруга, которая ходила к гадалке, она мне говорит, тоже сходи. Я на тот момент решала, как мне действовать дальше, на моем жизненном пути, и решила к ней сходить. В тот момент я поняла, что надо слушать только себя. Когда я от нее вышла, я подумала, боже мой, только что потратила в никуда тысячу рублей. Но нам стоит верить, друзья, потому что у нас чистая правда. Ты хочешь пирамиду Хеопса? Ты хочешь пирамиду Хеопса? Аденома. Такое ощущение, что ты просто пирамиду выкапываешь, ты в Египет хочешь. Ну, кажется, какой-то легкий простатит у этой свечки, знаешь, вот нет какой-то, ну, вот как бы, стабильного потока, мне кажется. Итак, ну, будем считать, что готово. Тушить не надо, теперь смотри, теперь ты шур-шур-шур-шур, вот так как-то это все делаешь, потом как-то ты это все дело переворачиваешь, и дальше вот на этом уже ты смотришь, смотрите. Оказывается, не так-то просто быть гадалкой, чтобы вот это все расстрактовать и понять, что это такое. Ну, давай фантазировать. Давай, не надо фантазировать. Говорит, вот просто отринь реальность. Отринь реальность. Вот так говорила. Я впускаю в себя поток информации. Ну, у них ведь реально угадалок. Получается, там и принц, и принцесса, и деньги, и путешествия. Да потому что она не со свечки капает. Она топит воск в этом самом. Нет, я видела. И выливает потом его. Я видела, она капает со свечки. Ну, ты просто неправильно накапал. Все. А ты накапала правильно. Ну, накапай правильно, извини. Что я капаю неправильно. Я сейчас чувствую. Вечно мужчины вам капают неправильно, Надежда. Профессиональная капальщица, если кому-то надо. Ну, это совсем другое дело. Конечно. А чем отличается вот моя вот эта хрень от твоей вот этой хрени? Мне сейчас представляется, как будто мы с тобой два ребенка, знаешь, таких где-то 12 лет. Занимаемся ерундой. Нас проклянут просто, скажут, что вы ерундой. Которые решили узнать будущее. Ну, если у тебя огнонечки еще только зреют, то у меня уже конкретные волдыри. Что это может быть? Так, я вижу... Честно, ребят, я ничего не вижу. Я не буду даже выдавливать из себя что-то. И пахнет это как-то странно. Слушайте, какая-то ерунда все это. Вот честное слово. Мне кажется, что сила каждого человека находится в его собственных силах, в его руках, в его мозгах. Это не может что-то значить. А ведь мы все сделали по правилам. Ну, почему это может значить? Просто вот судьба твоя похожа на вот это вот... Испорченное безе. Если вы увидели здесь что-то, какое-то очертание, или, быть может, какое-то предсказание, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях. А мы на сегодня с гаданиями завязываем. Все. Баба Надя и дед Дима пошли творить чудеса в других местах. Давай хоть что-нибудь сделаем. Ребята, всем счастливо. Всем пока. Ребята, всем пока.